Моё выступление называется «Динамика изменений этнонимов и идентичности на Южном Кавказе». Ещё имеют такую постановку по выбору действующих властей или вопреки. И я буду говорить о некотором этническом разнообразии на Кавказе, которые всем известны, особенно Кавказоведы каждый день имеют с этим какое-то отношение и в исследовании, и в частных своих встречах. Но также меньше известно. Меньше известно тем, что в общем-то особенные историки имеют больше с политическими игроками из этнической среды Кавказа, а есть намного меньше группы, которые каким-то разными образом включены в эти политические проекты, но сами вроде не игроки, но имеют тоже какие-то роли и какие-то влияния, и это отражается в итоге потом на всё пространство. С вашего позволения, если даже многие очень хорошо знают, я немножко напомню это пространство, эту этносферу, сконцентрировая таким образом ваше внимание на вопросах, которые являются сутью моего выступления, моего доклада. Дело в том, что этноназвания на Кавказе, они довольно расплывчатые. Не всегда понятно, это название этническое или неэтническое. Вообще, сколько времени, сколько устойчивы эти названия. Я, прибавив от себя некоторые закономерности, представлю вам точки зрения и исследования русского этнографа Чурсина и лингвиста Мара, которые хорошо изучали этнолингвистическую пестроту и закономерности этнонимов, в частности, больше в юго-восточном Кавказе, южном Дагестане и северном Азербайджане. В частности, эту специфику из себя представляет такой ряд. Отсутствует у некоторых общин вообще общее название. Общины есть, языки есть, а общего названия нет. И непонятно, это обозначение народа и области, или это название каких-то внутренних самовосприятий, самоидентификации. Часто есть смена этнических названий. Например, название «Руту», которое встречается впервые в 15 веке как в эпиграфических надписях, так и в переписях официальных лиц. Хотя селение существовало, так считают авторы в основном лавров, петербургцам известны. По крайней мере, до 8 века тоже. Рутул – это тюркское название, на самом деле, одного определенного села. Или, может быть, от этого распространено уже на рутулоязычную группу. И пока еще никто не определил, какой этноним заменен рутулом. И вообще заменен ли какой-либо этноним, и вообще был ли отдельный рутульский язык и отдельное самовосприятие. Далее, несколько примеров я вам еще приведу. Есть закономерность практики самоидентификации с названием места проживания. Это сплошь и рядом. Когда человеку спрашиваешь, кто он, любое самоидентификация, чаще всего он называет топоним, место, откуда он. И до сих пор это есть. Эти закономерности касаются практически до начала 20 века изучения. Но на самом деле многие из них продолжают иметь место и повторяются. Опять-таки, например, название топонима распространилось потом на название группы как этноним. Или же все-таки название топонима ад изначальной аспонимы группы. Тоже есть сомнения в этих вопросах. Например, жители села Шин-Шиназ. Сыназ. До недавнего времени сами себя называли сынозборами. Но дальше было очень много разных таких изменений. Следующая закономерность. Отличие самоназваний от экзоназваний. Это сплошь и рядом. Ни один народ не имеет одного имени. Ни один этнос народ. Слово я сейчас, исходя из разных теорий советских и несоветских, иногда буду употреблять. Но в смысле этнических. Я даже слово национальность чаще всего буду употреблять в смысле этническое. Если гражданское, то об этом заранее скажу. В любом случае, распространение, то есть отличие самоназваний от экзоназваний имеет здесь ключевое место. Вообще во всех отношениях и среди народов, и по отношению к народам Кавказа вообще. Ну, чеченцев вы знаете. Сейчас вся Россия знает только о них чеченцев. Ну, чеченцы сами себя. Чеченцами называют очень редко. Внутри вообще никогда не называют. Но чеченцы – это Северный Кавказ. Я опять перейду к Южному Кавказу. Здесь также это сплошь и рядом. Почти каждый из народов имеет столько экзоназваний, сколько соседей, близких или дальних. Даже лесгин, которых более или менее представляют в виде лесгин, имеет примерно, по крайней мере, по моим матерям, собранных из разных источников, имеет 9 экзоназваний, не повторяющих друг друга. То есть их по одной... Я весь этот пласт поднимаю, их называют по-разному. Даже чуть-чуть дальние аварцы. А уждаргинцы, табасаранцы, гуту. Все называют абсолютно по-разному. Чаще всего вы в актах тоже, может быть, иногда встретитесь с этнонима, не будете знать конкретно, к которому из этих народов это название и кто дает. И это вносит много путаницы в понимании их внутренних отношений. Далее, следующая закономерность. Смена активизации и приобретение политической, а нередко также этнокультурной значимости, одних названий по отношению к другим и вытеснение последующими предыдущих и или пассивных названий. В определенное время активизируется одна группа. Предположим, во время Шамиля аварцы активизировались. Очень многие подаварцев уже могли преподнести. И тут тоже теряются некоторые нити. Кавказовед Мар, например, пишет, что во многих случаях разнообразие названий происходит от изменений фонетически возникших в основе одного и того же термина. Это в тех случаях, когда экзоназвание кажется повторяется или действительно повторяется, но меняется звуковой фонемный состав и меняется также экзоназвание. В любом случае, я не буду это продолжать. Я, честно говоря, в моих исследованиях это привожу для того, чтобы понять также, что такие албанские так называемые 26 языков от античных авторов. И, как их понимали, вообще чаще всего я почти уверена, и в некоторых случаях это утверждается, что самые античные авторы на одного народа слышали несколько названий, записали несколько названий. Скорее всего, там скрывается один этнос или один язык. Эти закономерности и иногда некоторые приведенные им названия дают право анализировать и так думать. Но я все это пропускаю. Я просто хочу привлечь ваше внимание на то, что на Кавказе и на Южном Кавказе практически в конце уже 19 века кроме армян и грузин не было этностойких, исторически выдержанных, общепринятых, общепонимающих этноназваний. И вследствие также этого, или наоборот, это образовался вследствие меньшей самой этноидентификации. Группы часто размежевались по политическим интересам, по сиюминутным конъюнктурам. И названия также. И в связи с этим прихожу к общему, то есть к важному, с моей точки зрения, постановке вопроса моего выступления. Это то, что начало 20 века, известны вообще сильные процессы национального понимания, национализации, особенно рушатся империи, особенно во время и процесса Первой мировой. И уже в самой Российской империи тоже. Народы, которые имели какие-то внутренние процессы самоидентификации, тоже старались как бы национализироваться, понимание этого слова, который выработался уже к концу XIX века под влиянием французской революции национальность. Что же это такое национальность на Кавказе? И даже в Турции, которая была ближе к Франции в то время, искались термины. Если мы посмотрим, например, османско-тюрский пример, Мустафат Кемал, который уже в начале XIX года начинал свою деятельность по курдским поселениям. Смотрите на русском языке, все его выступления в переводе есть. Он говорит о построении общей мусульманской родины. Он говорит с курдами. У курдов даже более выраженное самопонимание, самоидентификация было, чем у тех, которых потом назвали турками. Это не османцы, а это разбросанные группы, которые придерживаются к суннитскому исламу. А вот эту к суннитскому исламу, будущий потом секуляр Мустафа Кемал, он начал свою деятельность с призывом объединиться вокруг общей мусульманской родины. Он несколько раз даже обозначал. Собственно, курдские восстания 1925-1926 годов чаще были обусловлены именно тем, что они представляли эту мусульманскую общность, мусульманскую родину совместно, но эта родина оказалась тюркской. Курдский такой компонент очень быстро вышел. Но в то время все-таки этот поиск шел. И этот поиск шел также в Южном Кавказе. И, собственно, вот именно на этом, вроде бы на мусульманстве, остановились те, я не знаю кто. Я вместе с вами хочу понять, кто эти те. Это те, которых русские называли татарами. Это те, которых армяне называли турками. Как сами себя называли тоже. Ну, как Азаведов все известны, я не буду сейчас повторять племенные названия, региональные, паханство, всем прочим, собирательные. Это те, которых сами себя называли мусульманами. Ну, кто же называл мусульманами? Вот этого дискурса в исследовательских, поздних работах практически почти нет. Я сейчас, чтобы вашу голову не сильно морочить, просто скажу, что все исследования ведут к тому, что мусульманами сами себя называли тюркоязычные, но чаще всего шииты. То есть сам Южный Кавказ в мусульманстве сильно размежевалось. Сунниты – это прежде всего кавказоязычные народы. Это вот те самые лесгины, рутулы, агулы, табасаранцы, даргинцы, аварцы, гапутлинцы, джеки, крызы, будури и так далее. Все они сунниты. И они по пониманию мусульманства, политика объединения начала XX века, они не вхожи. Есть, конечно, тюркоязычные сунниты тоже. Они вроде входят в «мы мусульмане». И вроде бы именно на них создалось объединение «Мусульманский союз», когда в Тифлисе все-таки определялись, кто из главенствующих, назовем так, народов за кавказские процессы. Есть грузинский национальный совет, есть армянский национальный совет, есть русский национальный совет, есть мусульманский национальный совет. И именно на этих советах, независимо от, кстати, политических взглядов и политических течений, минцевики или дошна, Именно вокруг этих советов все-таки оформлялась так называемая национальная жизнь или этно-ожидание народов региона. И вот мусульманский национальный совет, который потом преобразился в мусульманскую партию, не имея абсолютно почти религиозной цели, хотя, конечно, там такие широкие мусульманские чаяни были. Но деятельность политического гражданства была достаточно этническая. Почему я говорю, других примеров сейчас приводить не буду, их масса, но все-таки хочу сказать, что тем самым в Закавказе мусульманское единство надо понимать и принять не совсем устоявшейся в исследовательской литературе. Что такие мусульмане Закавказе и каким путем они решили самоорганизовываться или повлиять. Я не думаю, что пунктуально все было разработано. Но тем не менее, мусульманский национальный, мусульманская партия, мусульманская партия и затем образование всех трех республик, в том числе уже и превозглашенных союзом мусульман Закавказа, Азербайджан, все-таки имел программу уже этой мусульманской партии. А эта мусульманская партия, она практически стояла на позициях тюркости, и я сейчас приведу несколько примеров этому, но взяла название Азербайджан, что тоже вопрос обсуждения. Сейчас вот в данный момент в армяно-азербайджанском конфликте тема азербайджанских земель всегда была один из важнейших. И что такое азербайджанские земли? Это все пропускаем, места не занимаем, потом перейдем. Я просто вот хочу, это все хотел говорить, но не скажу, перейти к тому, что уже в 18-м году претензии новосозданной республики Азербайджан на границе, на каких границах эта страна охватили все мусульманско-населенные территории Южного Кавказа. Я приведу их меморандум, сейчас вот вы хорошо знаете, Версальскому миру, мирной конференции, что там написано. В частности, 21 марта 2019 года президент парламента Меджлиса, созданный Азербайджанской республикой, Али Мардамбек Топчебашев, обратился с просьбой к председателю Парижской мирной конференции о разрешении своего дипломатического участия Азербайджана в лице группы, которую он представлял. И когда получил такое право, он представил меморандум, что такое республика Азербайджан. А в этом меморандуме, в частности, прямо сказано, кавказский Азербайджан со своей столицей Баку имеет территорию 100 тысяч квадратных километров и 4 миллиона населения. Ну, это известная вещь, не знаю, 4 миллиона где он сосчитал, примерно представляю, но почему он откуда, он не говорит, что мы заявляем, мы претендуем. Он пишет, что Азербайджанская республика представляет 100 тысяч квадратных километров. Это с письмом, этот меморандум были отправлены практически всем странам, которые так или иначе либо присутствовали, либо влияли на процессы мирной конференции. И потом он продолжает писать, что юго-восточная часть Кавказа издавна заселена была народом тюршко-татарского происхождения, называвшим себя азербайджанцами по имени самой страны Азербайджан. Продолжает. Ханства Азербайджана сохранили свою независимость почти до первой четверти XVIII столетия. Продолжает. Территории этих ханств перечисляет Карабахская, Гандинская, Шакинская, Ширванская, Дзербянская, Кубинская, Бакинская, Талышинская, Эриванская и Нахичеванская. И составляют ныне образовавшуюся Азербайджанскую республику. Вот это то самое, которое имеет пространство до 100 тысяч квадратных километров с населением свыше 4 миллионов. Я должна вам сказать, что сам он же до того, как приехал в Париж, опубликовал свою беседу с Талят-Ташу в Стамбуле, где он попросил Талят-Ташу признать за ними право быть турками и называться турками. Он говорил, что вот я тоже турок, и все мы вообще мусульмане за Кавкаде себя называем турками и хотим быть турками. В Парижской мирной конференции он объявляет, что они азербайджанцы и хотят быть азербайджанцами. Я не хочу сказать, что он очень лукавит. Я хочу сказать, что в поиске самовыражения, самоидентификации своего внеста в этническом разнообразии и в особенности в своих претензиях на определенные территории и на определенную власть, продолжается поиск. И вот этот поиск выражается в вариациях, где, как и что можно продать. Манипулировать, продать, убеждать и так далее. Все это тоже пропускаем, идем дальше. Извините. Даже не знаю уже, что пропустить. Дзика, извиняюсь. Я, тем не менее, хотела бы здесь сказать, что, конечно, вы понимаете, что представленный меморандум, от официально объявившего свое существование страны, от официального лица президента парламента этой страны, уже с первого же хода, с первого же шага, практически по всем пунктам лживый. Я бы немножко сказала циничный. Кстати, он как раз пишет о своих владениях именно в то время, как Нурии Паша, Ниганхалил Паша в то время уничтожали то населенник, на которое претендует быть страной Азербайджанская республика. Даже по дням, можно сказать, совпадает. Ему спрашивают даже некоторые, как же мы слышим в Карабахе, потом раньше еще в Баку. Он говорит о бандронике, об армянских бандах, вынужденно защищают мусульмане, и в Европу приходят не самые правильные информации. Я просто хочу некоторые детали вам привести. На территории Российской империи, ваше чуть позже в состав Азербайджанской СССР, та часть, которая уже стала большевистской, в 1866 году проживало, все народы вместе взятые, не мусульмане только, 1 миллион 403 тысячи 169 человек. Из них татаров или тюрков по... Ну, татаров еще, да, так как это речь идет о 1866 году. 846 тысячи 92 человек. Азербайджан, извините, чуть больше половины. Я хочу просто с вами посмотреть официальный документ, который от официально признанной, себе признанной, самой признанной страны, содержит такую ложь. Я больше к цифрам придираться не буду. Я хочу просто с вами определиться, а что же это такое все-таки эти количества. Что же вот это, предположим, 800 столько-то миллионов татар? Как русские, российские переписчики понимали в XIX веке, кого за кем записать? Как сами люди самоопределялись, если их вообще спрашивали? Ну, это даже оставляем. Приходим к советскому периоду. В советский период Кемал Мустафа и Ленин-Сталин братство, договор московский и все подобное, оставляем. Но все-таки Москва должна была продолжать угождать Турции, должна была, сама решила, должна была. И сейчас сама решает, да, к несчастью. Но, тем не менее, в 1926 году идет перепись населения. Идет перепись населения. Есть тюрки там, говорят, это азербайджанцы. Кто, как определил, кто под этими тюрками. Вообще, кто сам себе выдал за турков? Талыши, таты, джеки, рутулы, лесги, никто. Тем более, что название этих народов уже с советских переписей практически начинает очень сильно видеть. Их то нет, то есть, то опять появляется какое-то кольцо, то опять вычеркивается. И непонятно вообще, на какое этно-культурное наследие претендует современный азербайджан. Если это прошлое, даже в более или менее справедливых, объективных и источниковически обоснованных исследованиях довольно скудно дают понимание объективной действительности. Я понимаю, что не могу уже добраться до более глубинных вопросов, как о наследии Кавказской Албании. Но мне говорят, еще есть пять минут. И я за эти пять минут, просто подытоживая мое представление здесь, хотела бы попросить обратить внимание, есть ли это возможно политических историков и профессиональных историков, более чуткого внимания на этническое разнообразие и их чаяния. Я почти, наверняка, убеждена, сейчас Азербайджан объявляет уже родину Южный Дагестан, так называемый Западный Азербайджан. И это не просто политические угрозы на более выгодные для своих условий. Это действительно могут быть и военными угрозами. Мы, конечно, только исследователи изучаем, но от нашего продукта потом зависит очень много. На наш продукт потом ссылаются, как доказывающие ту или иную истину. На данный момент сейчас этот процесс активно идет в виде огромного количества фальсификаций всего исторического материала, который и сейчас интенсивно продолжается. Откройте сайт Кавказской, Западной Армении, посмотрите, какое хулиганство имеет многотысячных последователей. Там цитируются все ваши работы и наши работы, манипулируются наши работы, цитируются устно, текст показывают и говорят абсолютно сверхнаглую поставленную истину. В общем, промывание мозга продолжается, и это уже входит в практику, в практику действий. Опять-таки я просто хочу этим просто сказать, что мы, этнографы и историки, наверное, должны быть более ближе, работать более близко и попытаться понять логику тех исследований. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ